Всем привет, меня зовут Север, это прохождение мобильного арка, вторая серия, приятного тебе просмотра. Что я учел с прошлой серии? Я так посмотрел, действия как-то происходили слишком быстро, и возможно даже большому количеству людей было вообще непонятно, что происходит, откуда у тебя плод, откуда у тебя та или иная вещь и так далее. Поэтому в этом я постараюсь лить чуть-чуть побольше воды, для меня это так называется. И в данный момент я варю туду киббл, так как нужно сделать задание, то бишь приготовить завтрак. Не понял? Понял. Да, готовься. Я хочу сделать деревянный красивый дом, и сейчас у меня все мои 103нграммы вылетят как раз таки на это, то бишь потолок, двери и так далее. Я не хочу делать обычную коробку, а что-нибудь такое реалистичное как минимум, там с усадьбой, так сказать, и прочее. Но мне кажется, что 3нграммы не хватит, да. На удивление хватило. Что у нас по плану на сегодня? Нужно найти место жительства. В прошлой серии я думал, что жить буду здесь, потому что здесь довольно красивое место. Но потом до меня дошло, то что здесь очень мало, так сказать, полезных ресурсов, то бишь, чтобы найти нефть, не нужно выходить в океан. Про жемчуг я вообще молчу. Кристаллы та же херня, есть буквально недалеко отсюда, так сказать, четверть карты. Небольшая гора с кристаллами, на вулкан лететь. Короче, это все очень запарно для меня, и поэтому я, скорее всего, сегодня перееду жить около зимы, или вообще в зиму. Ну, в принципе, уже успех, потому что я около 5 минут болтал, страдал херней, и, скорее всего, на монтаже это будет минуты 2-3, это отлично. Сейчас сделаем вторую маленькую фиомию, так называется, задание. Нам дают 250 экспы, это плюс левел. Так вот, значит, по плану у нас переехать в зиму, потому что там очень много полезных ресурсов, поставить кровати на всех обелисках, во всех пещерах, это не так тяжело, потому что существует баг с картой. Правда, как будет, как пройти болотку, для меня, конечно, вопрос актуальный. Сейчас сделаю задание, что-то ролевая игра Мегалана, или что-то такое подобное, то бишь, доплыть на плоту до края карты. Что за это дают? Ну, очень полезно. Делаю задание на убийство рапторов. А я тебя убью, или ты у меня убьешь, интересно? Не, нормально. Всего нужно убить 4 раптора. Седло на Галиле, не то, что мне нужно в данный момент. Я сейчас просрал плюс-минус минут 40, чтобы чисто добыть два уровня. Чтобы у меня был 38-й, чтобы я мог зачистить седло на Птернодон, но мне не хватает хитина. Не хватало. Я сейчас пошел в Изи пещеру, пофармил и встретил жука. Жук мне пригодится для будущих удобрений, так что лучше сейчас, чем позднее. Осуществляю переезд, скорее всего, буду жить около Бобровки и в то же время около Зимы. Забрался самые ценные ресурсы, верстаки и так далее. Птернодон практически перегружен. Будем жить здесь, добыл немножечко металла, чтобы скрафтить серп и починить топор. Потому что фарм предстоит около 3-4 часов. Классно. Естественно, полный фарм я вам показывать не буду, покажу чисто нарезочку небольшую. И параллельно буду показывать, как я строю дом. Наконец-то крафтим серп. А на топор мне не хватает. А, я же починить хотел. Четко 4 металла, вот это я рассчитал. Кожу заберу. Бронику тоже надо починить. Ну, поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Больше я решил не показывать все строительство дома. Смотрите, вот такая вот усадьба у меня получилась. Заходим, минимум две ступки и верстак. Потом что-нибудь сюда еще добавлю. Вот такие ресурсы пока что. Здесь у нас два этих, забыл как называется, два компфайера, две печки. Два ящика, стул чисто для отдыха. Некоторые стены, так сказать, у нас каменные. Здесь у нас комната отдыха. Чисто посидеть, почилить. В общем, вот такой домик. Дальше у нас по плану поставить кровати на всех обелисках и во всех пещерах. Я за сегодня, смотрите, уже трех кецелей, все вот низкого уровня. Даже девяностого не было. Кстати, вот в ПК-версии где-то здесь... А, нет, ошибаюсь. Вот здесь есть щель, которая может нацепиться грапом и проползти сразу к артефакту. Но в Мобайле почему-то эту щель закрыли. Кровати я везде поставил. И на обелисках, и в пещерах. Абсолютно везде. Сейчас мы будем выполнять задания на сдачу артефактов. Только нужно знать два артефакта. То есть артефакт охотника и мудрости вроде как называется. Массив вроде мудрость. Или целостность, что-то такое. 18 уровня пока что. В принципе, неплохо. 18 уровней, как по мне, это даже очень классно. То бишь, за прохождение всех пещер. Если вы это сделаете, например, с первого уровня. Вам дадут плюс-минус 30 уровней. Потому что экспо для нового левла нужно будет меньше. Но это довольно неплохо. То бишь, сегодня у меня будет примерно 61 уровень. Седон Аргентайс 63. Значит, мне нужно нафармить еще один уровень. У меня можно приручить сегодня Аргентайс. Да. Для приличия сегодня надо кого-то приручить. Потому что практически ничем полезным в серии мы не занимались. Только выбрали место жительства. А если полезно, то только поставили везде кровати для удобства. Сколько у нас артефактов? Еще два артефакта. Кстати, вроде как с выполнением всех заданий на задачу артефакта дают данжевый револьвер. Он стреляет бесконечными патронами. Вроде как. Или как раз-таки за болотку дают этот пистолет. Я не знаю. Все. Все задания на задачу артефакта мы выполнили. И вот тот самый пистолет, о котором я говорил. Патронов у меня, к сожалению, нет. Но, да ладно. Вот как-то так. Теперь мы качаем уровень. 18 ловелов на часа. Во-первых, вес нам нужно 300 веса. Всегда качаем 400. А левел до 200, точнее хп. Остальные 10 ловелов можно бахать в скорость. Вот так. У нас 537 нграм. Они с часа летят просто очень быстро. Потому что я буду изучать всякое полезное дерьмо. Хотел сказать бесполезное. Вот опять же полимер, электроник, фабрикатор. Граб-кошка не знаю. Думаю, пока что не нужна. Потому что обычно я им пользуюсь только... Кстати, лампу тоже надо изучить. Честно, для освещения удобно. GPS обязательно. Обязательно броню. Помповое оружие. Не знаю изучать, не изучать. Думаю, потом. Автомат нужно, чтобы сделать задание на рексов. Холодильник, кондиционер. Вот, аргентавис. Тут еще и дротик. И токсичная стрела. Ну, блин. Сколько там мне нужно? 2000 экспы? 1500 даже. Нашел 135-го аргента. Сейчас будем его высыплять. Он уже вылетает. Но, по идее, оглушения должно хватить. Он должен набраться. Да, отлично. Теперь у меня есть аргент. Еще немножко осталось. Ёб твою мать. Откуда ты взялся, ублюдок? Блин, я надеюсь, он не заденет этого аргентависа. Приключился. 202-й. Откуда вы взялись? Вы серьезно, стойкары ко мне херачили? Я про заметку там забирал. Слушай, чего у тебя по стату? Да-да-да. ВКХП. Забери эту еду. Ну, до 202-го аргента, в принципе, очень даже неплохо. Итак, всем большое спасибо за просмотр. С вами был Север. Это был Аркмобайл. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok